Дорогие читатели, в год 110-летия со дня рождения детского северного писателя Евгения Степановича Коковина предлагаем послушать его рассказ «От тундры до Берлина». Впервые эта история была напечатана в газете «Правда Севера» 28 октября 1967 года. В произведении Евгений Коковин мастерски описывает переменчивую и своенравную погоду Заполярья, показывает особенности местного торжества, праздника Солнца и знакомит нас с удивительной историей ненецкого механика Ефима Тайборея. Как же не восхититься мужеством, сноровкой и мастерством Ефима, который прошёл долгий путь, «От простого кочевого пастуха в тундре до храброго советского воина, дошедшего до Берлина». Друзья, перед прослушиванием советуем познакомиться со значением некоторых слов, которые встретятся вам в рассказе. Нарты. Узкие длинные сани на упряжках из собак или северных оленей, предназначенные для езды и перевозки клади. Савик. Одежда из оленьей шкуры мехом вверх. Харей. Шест для управления оленьей упряжкой. Паница. Ненецкая женская шуба из шкуры оленя. Чум. Традиционное жилище кочевников-оленеводов. Конический шалаш из жердей, покрываемый берестой, войлоком или оленьими шкурами. Помпотех. Помощник командира по технической части. Евгений Каковин. От тундры до Берлина. Рассказ. Капризна и своенравна погода в Заполярье. Капризна. 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 Становище. Было километров 12. Для оленей в любую погоду это не расстояние. Но я, поторапливаясь, решил поехать на грузовой автомашине. Кузов ее был заполнен почтой и всевозможными товарами для магазина. Первые километры мы проехали благополучно, хотя и без особой скорости. Но внезапно погода круто изменилась. Забористый снежный заряд словно взвесил тундру еще десять минут назад, казавшуюся такой миролюбивой. Сверепишую гургу мы видели только впереди, в коротких и узких отцветах фар. Зато гудящая ее свистопляска лезла в кабину со всех сторон. — Вот еще несчастье! — проворчал молоденький шофер Володя. — И куда подевались вертолеты? Они у нас у самых домов садятся. А вот самолету аэродром со всякими знаками подарок. — Эх, за нос бы не попасть. Набуксуешься. Он переключил скорость. И одна беда сопровождает другую. Двигатель скапризничал и заглох. Шофер вырубался. — Я почувствовал, что водитель не только молод, но и просто неопытен. Он долго возился с двигателем. Но ни вскрытый капот, ни мой электрический фонарик, ни его проклятия не помогали. Зловредный мотор отказывался даже выкруть. Я тоже поругивал себя за решение ехать на автомашине. Техника хорошо, а Олежки в таких условиях надежнее. Их на аэродроме было три упряжки. Ждать их? Но, во-первых, упряжки, минуя дорогу, могли пройти на базу целинной снежной стороной. Во-вторых, не по-товарищески оставлять шофера в беде одного. Прошло, может быть, полчаса. Шофер не сдавался, копался в двигателе, но пока еще его упорство было тщетным. Я вышел из кабины, чтобы попрыгать на снегу, погреться. Пурган вдруг началась сникать, успокаиваться так же неожиданно, как и налетела. Капризно. На одном часу непостоянна погода в тундровом крае. Притихающий ветер дул сзади, и я услышал поскрипывание нартовых полозьев. Минуту спустя олени уже уткнулись рогами в задний борт кузова автомашины. Ко мне подошел человек в совике, полы которого волочились по снегу. «Авария или забуксовал?» – спросил он. По выговору я узнал в нем немца. Двигатель отказал. «А что случилось?» «Не знаю, не заводится», – ответил я. «Сейчас посмотрим», – ответил незнакомец и прошел вперед к шоферу. «Что ты будешь смотреть, оленевод?» – с усмешкой подумал я. «Машина не нарты, и баранка не хори». «О, это ты, Володя?» – услышал я голос немца. «Значит, они знакомы. Это немец и шофер Володя». «Ага, я, товарищ Тайбарей», – голос шофера звучал виновата. «Вот случилось тут. А что? Не пойму. Да еще тем не проклятая. Давай посмотрим», – спокойно сказал немец. Когда я подошел, он уже скинул совик и сильным лучом своего трубчатого фонаря освещал двигатель. «Подальше есть», – бормотал Тайбарей. «Хм, свечи в порядке. Да. Володя, дай-ка отвёрту». Я стоял и все еще, не веря глазам и ушам своим, только удивлялся. Человек, который только что хореем, погоняя линию и пряжку, сейчас ремонтировал сложный двигатель автомашины. «Кажется, все в порядке», – сказал Тайбарей. «Давай попробуем». Он влез в кабину. Двигатель трогался, мягко заурчал, потом напрягся в усилении своего гуда, и машина неторопливо потянулась вперед. Мы с Володей остались на месте, обрадованные и восхищенные мастерством Тайбарея. А олег трогались за машиной, все так же наклонив головы и упираясь рогами в борт. Машина остановилась. «Ну, теперь поведешь», – спросил Тайбарей, легко выпрыгнув из кабины. «Поведу, Володя уже не скрывал своей неопытности. А все-таки что было?» «Да так, пустяки!» – отрегулировал зазор прерывателя. «Всего и лата». Я не видел в темноте выражение Володиного лица, но чувствовал досаду молодого водителя. Как сам не догадался. Тайбарей натянул совик и пошел к своей упряжке. Когда мы снова тронулись в путь, я спросил у Володи, «А кто же этот Тайбарей?» «Здешний механик, очень хороший человек», – сказал Володя. «Ненец, бывалый дяденька, в Отечественной войне участвовал, танкистом был. Он всякие машины, о, как знаем». Володя оттопырил в руке большой палец. «А я думал, что он просто оленевод». «Да, Орли, он и был простым пастухом, оленевод. Вы поговорите с ним, он Берлин брал, а потом, кажется, Чехословакию освобождал. Попробуйте не удивиться, слышим все это». Я спрашиваю Володю, но в становищем шофер жил недавно, и подробностей о жизни Тайбарея не знал. Случай помог мне встретиться и ближе познакомиться с Ефимом Тайбареем на другой день. Я собирался писать почерк о Ненецкой базе осердности и заглянул на электростанцию. Там, погромыхивая галечными ключами, у движка работали Тайбарей и русский паренек. Должно быть следствие. Тайбарей сразу же узнал меня, поднялся с пола, вытер пакли руки, но протянул локоть, неуверенный в чистоте ладони. «Как вчера добрались?» – спросил он. «Все хорошо было. Спасибо вам. А вы участник Отечественной войны?» – мне Володя говорил. «Было», – коротко и спокойно ответил Тайбарей, снова повернувшись в движку. «Присаживайтесь. Извините, но торопимся. Солнца-то еще нет, а свет нужен». Я спросил, когда могу с ним встретиться, чтобы поговорить. «Вечером в любое время заходите ко мне. Вон тот дом. Третий отсюда». Через распахнутую дверь он указал на свой дом. «Спросите механика Ефима Тайбарея. Покажут». Вечером я зашел на квартиру к Тайбарею. Его семья занимала две небольшие комнаты. Чистенькие, уютные, дышащие каким-то особым гостепринством. Гостепринный были хозяева. Механик помог мне раздеться. Сам повесил под занавеску мою альпаковку. Жена Ефима, Елена, молодая, невысокая, но стройная женщина, отложила работу. Она обшивала затейливым ненецким орнаментом из цветных лоскутек беленькую панельцу. Приветливо и в то же время как-то независимо поздоровалась со мной и принялась накрывать на стол. А мы с Тайбареем разговаривали. «Вы, механик, разъезжаете на оленях?» – сказал я по старой памяти. «Люблю оленей. И машину люблю, и нарту не забываю. Я ведь до войны пастухом был, со стадом кочевал, в чуме жил. Мальчишкой на Ринмане семь классов окончил. Потом вернулся в тундру в свое стойбище и пас орешек колхозных. А потом подался в Архангельск. На курсы шоферов поступил, хотя машин побаивался. А в то же время какая-то сила тянула к ним. Но курсы так и не удалось закончить. Права не получил. А учебную машину уже потихонечку водил. Дальше война помешала. Ефим замолчал, задумался. «Расскажите о том, как воевали?» – попросил я. В первые дни войны Тайборея с курсов шоферов призвали в армию. Зачислили в бронетанковую часть. Он учился водить боевую машину и вскоре отправиться на фронт. «Были тяжелейшие дни первого года войны. Год заканчивался. Война продолжалась. Жестокая и горькая. В боях, в контратаках и отступлениях, в непрерывных бомбежках и пожарищах. Обо всем рассказывать долго», – Ефим улыбнулся. «Целая большая книга получится. А воевала она сколько? Куда ж столько книг?» Воевали. Били фашиста и сами были биты. Я дважды крепко контужен был, да один раз горел в машине. В госпиталях пришлось поваляться, и пешком отступал с пехотой. И когда горючего не было, землю с машиной закапывались, а все равно воевали. И в Германии были. Берлин штурмовал. Только тогда я уже был не танкистом. Из госпиталя выписался, но к танку уже не допустили. Подремонтировали меня хорошо, а насчет танка сказали – нет. Орден Красного Знания вручили, и все-таки обедновато и жалко было. Направили вам по техам в артиллерийский дивизион. С этим дивизионом, с пушкарями и к немцам. В их старец попал. Жарковато было. Гитлеровцы упорствовали, а не выдержали. Я вспомнил слова шофера Володи – ненец у немцев побывал. Потом, в прошлом забитых, угнетенных кочевых жителей Тундры, считавшихся дикарями, он освобождал родную советскую землю, затем вступил на немецкую землю и с победой вошел в Берлин. Вместе с другими воинами советской армии он спасал народы Европы от ужасов фашизма. Принес им жизнь, свободу, счастье. Тут было над чем подумать и чем восхищаться. Если вам понравился рассказ Евгения Каковина, тогда познакомьтесь и с другими короткими журнальными и газетными публикациями писателя. Вы найдете их в альбоме группы «Городская детская библиотека» имени Евгения Степановича Каковина в социальной сети ВКонтакте. Приятного чтения!